здравствуйте с вами снова хит сад тв и сегодня мой видеообзор посвящен мифам основная задача сегодня развеять всевозможные мифы которые существуют о различных подкормках домашних цветов человеческими продуктами ну начну наверное самого распространенного это яичная скорлупа очень многие цветоводы огородники используют в домашнем и в садовом цветоводстве именно яичную скорлупу так уж ли она хороша могу с уверенностью сказать что яичная скорлупа очень богата кальцием но он находится в такой труднодоступной форме для цветов что усваивается он растениями крайне крайне тяжело и можно сказать что он вообще не усваивать и период разложения у этой яичной скорлупы достаточно большой но самое главное что именно яичная скорлупа очень здорово снижает кислотность почвы а иногда для тех растений комната который предпочитает кислую почву получается что яичная скорлупа не так уж и безопасно к тому же кальций в общем-то любит незначительное количество домашних цветов а переизбыток кальция особенно когда горшочек у вас небольшой маленький переизбыток кальция может привести возникновению хлороза поэтому я говорю о том что применение яичной скорлупы безопасно и полезно это миф с яичной скорлупы нужно обращаться крайне крайне осторожно особенно в домашнем цветоводстве миф 2 спитой кофе после того как мы завариваем кофе у нас остается гуще и многие цветоводы огородники используют ее просто залив в горшок с цветками говорят о том что это очень полезно для цветов я могу с уверенностью сказать что это миф дело в том что кофейная гуще очень здорово повышает кислотность а многие цветы в общем-то любители кисленького на самом деле не такой уж и большой список основная масса все-таки цветов предпочитает почву или нейтральную или же вообще щелочную так вот повышение кислотности почвы ведет к тому что конечно же растение начнет угнетаться если особенно не любитель кислого поэтому применять кофейную гущу для всех комнатах растений в общем-то недопустимо я могу с уверенностью сказать что кофейная гуща не является безопасной подкормкой единственный плюс кофейной гущи особенно когда вы заделываете в грунт она конечно повышает рыхлость грунта и увеличивает его кислородность то есть повышается уровень кислорода в почве это плюс кофейной гуще но повышение кислотности это большой минус поэтому с кофейной гущей мы тоже обращаемся крайне осторожно миф 3 чайная заварка такой уж ли это безопасный продукт для комнатных растений давайте тоже разберемся и так после того как мы выпили чай у нас остаются чайные мешочки и многие садоводы огородники цветоводы любители высыпает просто заварку сверху на цветок то есть вот сюда на грунт и считает что это очень безопасная подкормка допустим или такое нет недопустимо это тоже миф дело в том что вот именно вот в этой спитой заварки если особенно вы неоднократно а при каждом чаепитии или регулярном высыпаете вот сюда чайную заварку образуется толстый слой и в этой заварке очень быстро развиваются такие черные мушки которые называются сциариды и они могут нанести вред цветку вот поэтому использование заварки в открытом виде на цветок это тоже не безопасно это тоже миф что используйте можно широко и всегда вот применять заварку именно при составе почвы это допустимо но в пропорции один к трем вот в таком виде она считается безопасной и здесь она повышает и во первых рыхлость почвы соответственно и воздухопроницаемость почвы это идет в плюс но вот верхних слоях почвы на поверхности горшка я бы ее не рекомендовала использовать и многие специалисты которые занимаются разведение комнатных цветов с уверенностью утверждают что спитый кофе и спитая заварка могут выступать только в качестве подмешивания в грунт или как дренаж четвертыми что вода после размораживания мяса это целебный настой ничего подобного это действительно миф дело в том что после того как вы размораживаете мясо и поливаете им цветы есть вероятность того что повышается в почве риск болезнетворных микроорганизмов и поэтому применять воду после размораживания мяса я бы вам не рекомендовала очень высока вероятность что вы заразите грунт различными болезнетворными бактериями пятый миф отвары после овощей обладают целебными свойствами это действительно миф уже научно доказано что никакой пользы растением отвары после того как вы отварили различные овощи растение не приносит поэтому это стопроцентный миф не используйте отвары для овощей толку они никакого не приносит ну и последний миф отвар из сушеных грибов он действительно является стопроцентным мифом вреда такой отвар конечно же растение никак не перенесет но и пользы тоже поэтому использовать его в комнатном цветоводстве я бы вам не рекомендовала это все мифы которые я хотела вам сегодня рассказать использовать эти мифы или не использовать вашем домашнем цветоводстве конечно же решать вам но то что подписываться на наш канал это точно стоит для того чтобы быть всегда в курсе наших новых новостей оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал и всем пока